Дорогие украинцы и украинки, сегодня уже 10-е годовщина с того дня, когда российские оккупанты уничтожили в украинском небе пассажирский самолет, рейс MH17. Малазийский Боинг, на борту которого находились 298 человек, из них 80 – дети. Граждане разных стран из разных частей света. Нидерланды, Малайзия, Австралия, Соединенное Королевство, Индонезия, Германия, Канада, Бельгия, Филиппины, Новая Зеландия. И за прошедшее время удалось полностью установить обстоятельства этого преступления. Как оно стало возможным? Кто его обеспечивал? И нет сомнений, что судебный процесс и вообще работа международной юстиции обязательно приведут к абсолютно справедливым приговорам в отношении каждого, кто виноват в этом преступлении. И это как раз то, что нужно. Сколько бы усилий не понадобилось, нужна ответственность всех тех, кто принес это зло, потому что сами они являются злом. И то же касается тысяч других российских преступлений этой войны и самой этой агрессии. После всего этого надежный мир может базироваться только на удовлетворенном чувстве справедливости у пострадавших от агрессии. И все в Украине, кто работает ради справедливости, все в мире, кто помогает нам, в частности Нидерланды, во многом являющиеся лидерами по вопросу о справедливости, всем я благодарен, всем, кто ставит на место российское зло и помогает нам не оставить Москве чувство безнаказанности. Светлая вечная память всем, чьи жизни были унесены Россией. Сегодня нашей команде, занимающейся поиском украинских пленных и обменами, удалось освободить из российского плена еще 95 наших людей. Это воины вооруженных сил Украины, национальные гвардии, пограничники. Большинство в сегодняшнем обмене – рядовые и сержанты, семеро офицеры. Много после тяжелых ранений один из ребят с онкологическим заболеванием. Каждый получит необходимую помощь. И важно, что среди этих ребят есть и тот, кто считался пропавшим без вести. Мы о каждом нашем воине выясняем все обстоятельства. И это счастье, когда удается найти и тех, о ком было меньше всего надежды. В общей сложности нам удалось вернуть домой из российского плена уже 3405 человек. Мы должны вернуть всех. Все для этого мы делаем. Я благодарю каждого в мире, кто помогает. Благодарен Объединенным Арабским Эмиратам за помощь в сегодняшнем освобождении. Я провел сегодня на Раду и с внешнеполитической командой Офиса и МИД. Нужны сильные решения партнеров, которые позволят поставить эту войну на курс к ее справедливому завершению. Я благодарю каждого, кто демонстрирует соответствующее лидерство, честное лидерство. И сегодня же я подписал указ, вводящий в действие решение СНБО по новой стратегии морской безопасности Украины. Этот документ учитывает изменения инновации безопасности, которые мы обеспечили, в частности, в Черном море, в развитии наших сил. Это современная стратегия, и реализуем ее вместе с нашими партнерами. В ближайшее время я намерен обсудить с ними детали этой стратегии, с тем, кто, как и мы, желает стабильной безопасности для своих регионов и всего мира. Я благодарю каждого, кто помогает. Спасибо и всем работникам наших государственных институтов, нашим воинам, нашим специальным службам и всем представителям гражданского общества Украины, кто был вовлечен в подготовку стратегии. Слава нашим людям! Слава Украине! Слава нашим людям! Слава Украине!